Вред, наносимый грехами А теперь вернемся к упоминанию о лекарстве от недуга, который, если он продлится, может испортить рабу Аллаха и земную жизнь, и жизнь вечную. Необходимо знать, что грехи и ослушание наносят вред. Они вредят сердцу человека, подобно тому, как яд вредит телу. При этом существуют различные степени этого вреда. Есть ли в этом мире и в мире вечном зло и недуг, причиной которых не являются грехи и ослушание? Что стало причиной покидания нашими прародителями рая, обители блаженства, наслаждения и радости, для обители страданий, печалей и испытаний? И что стало причиной изгнания Иблиса из небесного царства? Его отдаление от милости Аллаха и проклятие и искажение его внешнего и внутреннего облика. Ему был придан самый отвратительный облик, как внешний, так и внутренний. Его близость к Аллаху была заменена отдалением от него, милость Аллаха проклятием, красота уродством, рай пылающим огнем, вера неверием, приближенность к славному покровителю враждой и разрывом с ним. Прославление Аллаха, признание его святости и единственности он променял на неверие, предавание Аллаху сотоварищей, ложь, клевету, скверные слова и деяния, одеяние веры на одеяние неверия, нечестия и ослушания. Этим Иблис навлек на себя глубочайшее презрение Всевышнего, уронив себя в его глазах до предельно возможного уровня. И Господь разгневался и поверг его, возненавидел его величайшей ненавистью и погубил. И он стал проводником для всякого нечестивца и преступника. Он удовольствовался этой ролью после того, как поклонялся Аллаху и занимал достойное место. О Аллах, убереги нас от противоречия твоим велениям и нарушения твоих запретов. А что стало причиной постигшего обитателей земли потопа, во время которого вода покрыла даже вершины гор? И что принесло адитам кару в виде ураганного ветра, который оставил их бездыханными и лежащими на земле, словно рухнувшие, сгнившие пальмовые стволы? Этот ураган прошел по их земле, уничтожая их пашни, посевы и скот, так что постигшее их будет назиданием для народов до самого судного дня. И что принесло самудянам кару в виде страшного гласа, от которого разорвались их сердца, и они погибли все до одного? И что стало причиной того, что поселение народа люто, мир ему, было поднято в воздух так, что ангелы услышали лай их собак, а потом перевернуто и брошено на землю в таком виде, так что все погибли? И на них обрушился каменный дождь с небес, и получилось, что их постигло несколько наказаний, таким образом, как это не происходило ни с одним народом до них. Поистине, кара Всевышнего недалека от несправедливых. А что стало причиной прихода к соплеменникам Шуайба, мир ему, кары в виде тучи, которая, оказавшись над их головами, пролила на них дождь из пылающего пламени? И что стало причиной потопления фараона и его соплеменников в море, и последующего отправления их душ в Гиенну, так что тела их утонули, а душам досталось сожжение? Из-за чего Карун со своим домом, богатством и людьми провалился под землю? Что погубило разные народы после Нуха, мир ему, посредством различных наказаний, уничтожив их? И что погубило соплеменников верующего, упоминаемого в Суре Ясин, так что все они превратились в тела, лишенные жизни? И за что жестоким врагам израильтян была предоставлена власть над ними, так что они опустошили их земли, убили мужчин и пленили женщин и детей, сожгли их дома и разграбили их имущество? А затем Всевышний снова наслал на них врагов, и они уничтожили все, что смогли. И за что им были посланы различные наказания, убийства, пленения, разорения их водчины, жестокость правителей, превращение некоторых из них в обезьян и свиней? И, наконец, то, что Всевышний Аллах поклялся, что Он непременно будет насылать на них до Дня Воскресения тех, кто будет подвергать их ужасным мучениям. Сура Преграды, аят 167. Абдуррахман ибн Джубейр ибн Нуфейр передает со слов своего отца. После завоевания Кипра, когда его жителей разделили и они стали плакать, я видел, как Абу Аддарда сидел в одиночестве и плакал. Я спросил его, о Абу Аддарда, что заставляет тебя плакать в день, в который Аллах возвеличил ислам и мусульман? Он ответил, горе тебе, о Джубаир, как ничтожны люди пред Всевышним Аллахом, когда они ослушиваются его велений. Это была могущественная община, обладавшая властью. Однако они отвернулись от велений Аллаха, и с ними случилось то, что ты видишь. Привел Ахмад. Эти слова свидетельствуют о глубоком понимании религии и жизни. Этот благородный сподвижник плакал об этих людях, потому что упрямо и высокомерно отвергая обращенный к ним призыв, они обрекли себя на ничтожное существование. Будь они более благоразумными, они вняли бы призыву и тем самым сохранили бы свою власть, а их страны процветали бы под защитой и покровительством исламского государства, но они не захотели этого, и их постигла печальная участь. Амар ибн Мурра передает. «Я слышал, как Абуль Бахтаре говорил. Мне сообщил тот, кто слышал, как пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил. Люди не погибнут до тех пор, пока грехи их не станут оправданием для вынесенного им приговора». Передали Абу Дауд, Ахмад. «Иначе говоря, они погибнут лишь после того, как совершат множество грехов и тем самым навлекут на себя наказание». Привел Ибн Алясер. «Ум Саляма, да будет доволен ею Аллах, передает. Я слышала, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил. Когда совершение грехов станет явным в моей общине, Аллах объемлет их наказанием. Я спросила, о посланник Аллаха, но разве среди них тогда не будет праведных? Он ответил, конечно будут. Я спросила, а что же станется с ними? Он ответил, их постигнет то же, что и остальных людей. А потом их ждет прощение от Аллаха и довольство». Передал Ахмад. Саубам передает. «Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Близится такое время, когда набросятся на вас другие общины со всех сторон, подобно тому, как набрасываются на еду люди, собравшиеся вокруг блюда. Мы спросили, о посланник Аллаха, это потому, что в те времена нас будет мало? Он ответил, вас будет много, «Однако вы будете подобны мелкому ссору, который несет поток. Аллах заберет из груди ваших врагов страх перед вами, а в ваши сердца вселит слабость». Кто-то спросил, а что это будет за слабость? Он ответил, любовь к жизни и отвращение к смерти». Передали Абу Дауд, Ахмад. То есть, подобно тому, как собравшиеся вокруг блюда беспрепятственно берут с него куски пищи и едят, собравшиеся против вас заберут то, что принадлежит вам, не прилагая особых усилий и никак не страдая из-за этого. Анос, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Когда я был вознесен на небеса, то проходил мимо людей с медными когтями, которыми они царапали себе лицо и грудь. Я спросил, кто это, о Джибриль. Он ответил, «Это пожирающие плоть людей посредством злословия и сплетен, и задевающие их честь». Передали Ахмад, Абу Дауд и Банабид Дунья. Передается следующее сообщение Симака и Банхарба от Абдуррахмана ибн Абдуллаха ибн Масуда со слов Ибн Масуда. Когда в каком-то селении распространяется прелюбодеяние и ростовщичество, всемогущий и великий Аллах губит его. Передал Ат-Табарани. Абдуллах ибн Омар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, повернулся к нам и сказал, «О переселившиеся, пять бедствий грядут. И я молю Аллаха, чтобы вы их не застали». Когда среди людей появляется разврат, который они не пытаются скрыть, Аллах насылает на них чуму и болезни, которых не было среди их предков. Когда одни люди начинают обмеривать и обвешивать других, Аллах непременно насылает на них голод и делает их пропитание скудным и обрушивает на них жестокость и несправедливость правителя. Когда люди перестают выплачивать закят со своего имущества, Аллах перестает неспосылать им дождь с небес. И если бы не животные, дождь вообще перестал бы выпадать. Когда люди нарушают договор с неверующими, которые соблюдают все условия этого договора, Аллах непременно дает их врагам власть над ними, и они забирают часть того, что принадлежит им. И когда предводители людей перестают править в соответствии с книгой Аллаха, Аллах сеет вражду между ними. Передал Ибамаджа. София передает. В период правления Омара в Медине случилось землетрясение, и он сказал, «Что это, о люди? Как быстро вы стали грешить? Если это повторится, я ни за что не стану жить здесь с вами». Акаб сказал, «Поистине земля сотрясается, когда на ней ослушиваются Аллаха, и она сотрясается от страха перед тем, что великий Господь посмотрит на нее». Привел Ибн Абиддуния. Омар Ибн Абдулязиз написал послание в области. «Поистине это сотрясение упрек всемогущего и великого Аллаха своим рабам. И я написал в области, чтобы люди вышли в такой-то день, такого-то месяца, и пусть тот, у кого есть что-то, подаст милостыню. Ибо поистине всемогущий и великий Аллах сказал, «Преуспел тот, кто очистился, поминал имя своего Господа и совершал молитву». Сура Высочайший, аят 14, 15. «И говорите, как говорил Адам, Господь наш, мы поступили несправедливо по отношению к себе, ослушавшись тебя. И если ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из оставшихся в убытке». Сура Ограды, аят 23. «И говорите, как говорил Нух, мир ему, и если ты не простишь меня и не помилуешь, то я окажусь среди потерпевших убыток». Сура Худ, аят 47. «И говорите, как говорил Юнус, мир ему, нет божества, кроме тебя, причист ты, поистине я был одним из несправедливых». Сура Пророки, аят 87, привел Ибн Абеддунья. Вот как толкуется полный текст этого аята в одном из тавсиров. «И вспомни историю человека в рыбе, то есть Юнуса Ибн Матты, мир ему. Аллах направил его к его соплеменникам, и он призвал их уверовать, но они отказались. Он пригрозил им карой Всевышнего, но они не покорились и после этого. И Юнус, вместо того, чтобы проявить терпение, как и повелел ему Господь, покинул их, разгневавшись на них. И грудь его стеснилась от их ослушания. Он думал, что Аллах не станет взыскивать с него за этот поступок. Однако Всевышний подверг его испытанию. Ему выпал жребий броситься во время шторма за борт корабля, который необходимо было облегчить, чтобы он не утонул. И его проглотил кошелот. И там, во мраке ночи, моря и утробы кошелота, Юнус воззвал к Аллаху, раскаиваясь и признавая, что поступил неправильно, не проявив терпения по отношению к своим соплеменникам. Нет божества, кроме тебя. Пречист ты. Поистине, я был одним из несправедливых. Тафсир Муессер. Аля Амаш передает Ата-Та ибн Абур Абаха, Аты-Бан-Омара. Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Когда люди станут скупиться на динары и дирхамы, начнут продавать путем ина и ходить за хвостами коров, оставив борьбу на пути Аллаха, Всевышний Аллах нашлет на них беды и не избавит их до тех пор, пока они не вернутся к своей религии. Передали Ахмад Абу-Дауд. Абдуллах ибн Амар, да будет доволен Аллах им и его отцом, также передает. Были времена, когда на динары и дирхамы каждого из нас наибольшее право имел его брат-мусульманин. И я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил. Когда люди станут скупиться на динары и дирхамы, начнут продавать путем ина, и оставив борьбу на пути Аллаха ходить за хвостами коров, Всевышний Аллах нашлет на них с небес беды и не избавит их до тех пор, пока они не вернутся к своей религии. Привел Ибн Абиддунья. Аль-Хасан Аль-Басри, да помилует его Аллах, сказал. Поистине смута, клянусь Аллахом, не иначе как кара, посланная всемогущим и великим Аллахом людям. Привел Ибн Абиддунья. Сообщается, что один из пророков-израильтян посмотрел на то, что делает с ними Навуха-Доносор и сказал. За то, что содеяли руки наши, ты дал власть над нами тому, кто не знает тебя и не проявляет милосердия к нам. И Навуха-Доносор спросил пророка Даниила, что дало мне власть над твоими соплеменниками. Он ответил, тяжесть грехов твоих и притеснение моими соплеменниками самих себя. Привел Ибн Абиддунья. Саид Ибн Абиджубейр передает от Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Когда люди начинают обмеривать и обвешивать других, всемогущий и великий Аллах непременно лишает их дождя. И когда среди людей распространяется прелюбодеяние, в их среде распространяется смерть. И когда среди людей распространяется расставщичество, Аллах насылает на них одержимость. И когда среди людей распространяется убийство, так что они начинают убивать друг друга, Аллах непременно предоставляет их врагу власть над ними. И когда среди людей распространяется деяние соплеменников люто, они непременно подвергаются провалам под землю. И когда люди перестают побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого, их дела перестают приниматься Аллахом, а их мольбы остаются без ответа. Приведено в Сахиха. Урва передает, что Аиша сказала. Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, зашел ко мне запыхавшись. И по его лицу я поняла, что что-то заставляет его торопиться. Он ничего не сказал, а только совершил малое омовение и вышел. Я же прислонилась к стене своей комнаты. Он поднялся на мимбар, воздал хвалу Аллаху и прославил его. После чего сказал. О люди! Поистине всемогущий и великий Аллах говорит вам. Побуждайте к одобряемому и удерживайте от порицаемого. До того, как станете вы взывать ко мне, но я не отвечу вам. И станете вы просить у меня помощи, но я не стану помогать вам. И будете вы просить у меня, но я не стану даровать вам. Передали Ибн Маджа Ахмад. Алюмари Ас-Захид сказал. Поистине признаком твоего беспечного отношения к душе твоей и того, что ты отвернулся от Аллаха, является то, что ты видишь нечто неугодное Аллаху и проходишь мимо, не побуждая ни к чему и не удерживая ни от чего из страха перед тем, кто не способен ни причинить вред, ни принести пользу, вопреки воле Всевышнего. Он же сказал. Тот, кто не побуждает к одобряемому и не удерживает от порицаемого из страха перед творениями, лишается покорности. И когда он велит что-то своим детям или слугам, они относятся к его велению пренебрежительно. Привел Ибн Аббеддунья. Кайс Ибн Абу Хазим передает, что однажды Абу Бакар Ас-Сиддык, да будет доволен им Аллах, сказал. Поистине вы читаете аят о те, которые уверовали, позаботьтесь о себе. Если вы последовали прямым путем, то вам не причинит вреда тот, кто впал в заблуждение. Сура-трапеза, аят 105. Однако вкладываете в него неправильный смысл. И поистине я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Воистину, когда люди видят притеснителя и не хватают его за руки, или видят порицаемое, но не изменяют его, наказание Аллаха угрожает им всем, передали Абу Дауд, Ат-Тирмизи, Ибн Маджа, Ахмад. Это значит, заботьтесь о своей праведности и воздерживайтесь от ослушания Аллаха. И если, сделав это, вы не будете иметь возможности еще и побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого, то вам не повредит заблуждение тех, кто впал в заблуждение, совершая запретное. Ведь вас Аллах привел к воздержанию от запретного. И эти слова не означают, что верующему не следует побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого, когда у него есть такая возможность. Тухфа Таляхвази. По словам Аль-Кари, если тех, которые не ослушиваются Аллаха, больше, чем грешников, однако они не пытаются удерживать их от грехов, то наказание угрожает им всем. Аун Аль-Мабуд. Омар Ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал, готовы селения прийти в упадок, оставаясь наполненными живущими в них людьми. Его спросили, как же они придут в упадок, оставаясь наполненными живущими в них людьми? Он ответил, это произойдет, когда нечестивцы среди них возвысятся над благочестивыми, и племена возглавят лицемеры. Джарир, да будет доволен им Аллах, передает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, если люди, среди которых есть ослушивающиеся Аллаха, не изменят это, при том, что они сильнее и многочисленнее ослушников, то Аллах покарает их всех, передали Абу Дауд, Ибн Маджа, Ахмад. Усама Ибн Зайд, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает. Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, приведут в судный день некоего человека и бросят в ад, и кишки его вывалятся в пламени, и будет он крутиться в них, как крутится осел вокруг жерного. И обитатели ада соберутся вокруг него и скажут, эй такой-то, что это с тобой? Разве ты не побуждал нас к одобряемому и не удерживал от порицаемого? Он ответит, я побуждал вас к одобряемому, а сам не совершал его. И я удерживал вас от порицаемого, а сам совершал его, передали Аль-Бухари муслим. Абдуллах Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, остерегайтесь незначительных грехов, ибо они копятся у человека и губят его. Затем он сравнил совершающего такие грехи с людьми, которые остановились на пустыре и им потребовались дрова. И вот один принес сухую ветку, и другой принес сухую ветку. И так они собрали вместе много дров и развели огонь и приготовили еду. Привел Ахмад. Анас Ибн Малик, да будет доволен им Аллах, сказал, поистине вы совершаете деяния, которые в ваших глазах тоньше волоса. Мы же во времена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, считали их тяжкими грехами, передал Аль-Бухари. Это значит, что действия, которые некоторым кажутся незначительными, на самом деле представляют собой очень серьезные проступки, либо ведут к совершению тяжких грехов. Ибн Батталь отмечал, что когда человек совершает много малых грехов и упорствует в их совершении, они превращаются в тяжкие грехи. Фатх Аль-Бари. Абдуллах ибн Омар, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Одна женщина подверглась мучениям из-за кошки, которую она держала в заперти, пока та не издохла. Из-за нее она попала в ад. Она не кормила ее и не поила, и не пускала ее питаться живностью, ползающей по земле, передали Аль-Бухари муслим. Хузейфу как-то спросили, израильтяне оставили свою религию за один день? Он ответил, нет. Когда они получали веление сделать что-то, они не исполняли его. А когда получали запрет, то нарушали его. И так продолжалось, пока они не стянули с себя религию, подобно тому, как стаскивает мужчина свою рубаху. Привел Аль-Байхаки. Один из наших праведных предшественников сказал. Грехи – дорога к неверию, подобно тому, как поцелуй – дорога к половому сношению. Пение – дорога к прелюбодеянию. Взор – дорога к страстной влюбленности. А болезнь – дорога к смерти. Аль-Валид передает. Я слышал, как Аляузаи говорил. Я слышал, как Аляузаи говорил. Я слышал, как Беляль ибн Саад говорил. Не смотри на незначительность греха своего, а смотри на то, кого ты ослушиваешься. Аль-Фудей-Либан-Ияд сказал. Чем незначительнее тебе представляется грех твой, тем значительнее он пред Господом. И чем значительнее представляется он тебе, тем незначительнее он у Господа. Привели Ибн-Абид-Дунья Аль-Байхаки. Сообщается, что Аллах внушил Мусе, мир ему. О Муса, поистине первым, кто умер из моих творений, был Иблис, потому что он ослушался меня. А я считаю того, кто ослушивается меня, мертвым. Привел Ибн-Абид-Дунья. Абусалих передает от Абу-Хуреры, что посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Поистине, когда верующий совершает грех, на его сердце появляется черная точка. Если он раскается, перестанет грешить и попросит у Аллаха прощения, она стирается с его сердца. А если он продолжает грешить, она увеличивается до тех пор, пока не покроет все его сердце. Это и есть окутывание, о котором упомянул Аллах. Но нет, их сердца окутаны тем, что они приобрели. Сура обвешивающие, аят четырнадцатый. Привели Ахмад от Тирмизи ибн Маджа. Эта чернота, окутывая сердце, гасит свет его и лишает его способности видеть истину. Тухфат аляхвази. Хузейфа сказал. Когда раб Аллаха совершает грех, на сердце его появляется черная точка. И это продолжается до тех пор, пока сердце его не уподобится черно-белой овце. Убайдуллах ибн Абдуллах ибн Утба передает от Абдуллаха ибн Масуда, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. О Курайшиты, поистине вы, обладатели этого дела, подразумевается власти правления, до тех пор, пока не ослушаетесь Аллаха. Когда же вы ослушаетесь его, то он нашлет на вас того, кто снимет с вас кору, подобно тому, как снимают ее с этой палки. Он имел в виду палку, которую держал в руках. Он ободрал с нее кору, так что она осталась белой и блестящей. Передал Ахмад. Амир передает, что Айша написала Муавии. Поистине, когда раб Аллаха начинает ослушиваться его, некогда хвалившие его люди начинают порицать его. Передал Ахмад. Салим ибн Абульджат передает. Абу Аддарда, да будет доволен им Аллах, сказал. Пусть человек остерегается того, что сердца верующих будут проклинать его незаметно для него. Затем он сказал, а знаешь, почему это происходит? Я ответил нет. Тогда он сказал, человек начинает ослушиваться Аллаха и Аллах внушает сердцам верующих ненависть к нему, незаметно для него. Приводится в Хилья. Абдуллах ибн Ахмад ибн Хамбаль передает, что когда Мухаммада ибн Сирина, да помилует его Аллах, одолела бремя долго, он озабоченный говорил. Поистине я знаю, что эта скорбь постигла меня за грех, совершенный мною сорок лет назад. Абдуллах ибн Ахмад ибн Ахмад.